Из века в век славились в нашей стране своими хлебами Кубань, Дон, Украина. Теперь к ним добавилась еще одна житница, равной которой нет на планете. Это Казахстан, бывшие целинные земли. Теперь здесь так широко расплеснулось хлебное море, что все его целиком можно охватить взором только из космического корабля. Все начиналось в 1954 году. Ехал на целину молодой энергичный народ, познавший лишь 9 лет послевоенной мирной жизни и вновь поднятый в дорогу к неустроенности и трудностям, чтобы дать миллионы и миллионы тонн хлеба, недостававшего тогда стране. Таких масштабов наступления на степь еще не знала мировая земледельческая практика. Один из новых совхозов, возникших в степи, носит имя 23-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Возглавляет хозяйство Александр Перевозный. Его отец и мать, гонимые нуждой, приехали сюда еще в начале века в поисках свободной земли. Они освоили лишь крохотный участок, владение которыми управляет сын, необозримое. В этих краях он рос, учился, пас лошадей, пахал землю на тракторе. Александр Перевозный, директор одного из самых больших совхозов Устанайской области. Это у него уже 25-й юбилейный хлеб Целины. Виктор Серебряков приехал на Целену 10 лет назад. По специальности шофер, но в страдную пору садится на комбайн. Есть хлеб, будет и песня, говорят в народе. Хлеб мерило всех ценностей, первооснова жизни. Как бы ни были велики наши научно-технические достижения, а хлеб всегда останется хлебом. Хлеборубы совхоза растят сильные и твердые сорта пшеницы, которые высоко ценятся на мировом рынке. Только в последнюю жатву здесь собрались столько хлеба, что его хватит на целый год большому городу, хотя выращен он лишь в одном совхозе. Нынешняя Целина – это не только хлебное поле от горизонта до горизонта. Целина стала и крупным поставщиком продуктов животноводства. Доярки совхоза от каждой коровы в среднем получают 3000 килограммов молока в год. Для сурового климата здешней степи с ее коротким летом это хороший показатель. Когда-то среди седых, выберенных солнцем ковылей, сатарами овец кочевал дед Тимиржана Сейсингалиева. Дед не умел ни читать, ни писать, никогда не видел в своей жизни машин, не видел их в детстве и Тимиржан. С началом распашки Целины ему пришлось переселиться буквально из одной эпохи в другую, кочевую жизнь сменить на оседлую, а чабанскую профессию – на профессию механизатора. Поистине, люди поднимали Целину, а Целина поднимала людей. Те, кто работает на полях и фермах, полноправно участвуют в управлении делами хозяйства. В совхозе идет большое строительство. Как правило, рабочие совхозы получают жилье бесплатно. Но при желании они могут обзавестись собственным домом. Государство помогает им в этом, давая суду с рассрочкой на 15 лет. Добро пожаловать. Он открыт! Неверпints! Неверп radi 들어가! Неверпи! 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 У детей-покорителей целины завидная судьба. Отцы и матери приготовили им богатое наследство. К юбилейную жатву только Казахстан дал стране 1 миллиард 250 миллионов кудов зерна.